Последний фильм Netflix, выпущенный на платформе, и были как посредственные, так и провальные моменты. С Дженнифер Лопес в главной роли Рейнджера по имени Атлас, она хотела остановить бота с искусственным интеллектом Харлана, Кай Сейл ужас в мире и не видели почти 30 лет. Мы увидели, что эта миссия стала для нее личной, и ее темное прошлое, которое влияло на ее настоящее, вышло на первый план. В этом фильме появляется персонаж с искусственным интеллектом. Давайте перейдем в видео и разберем все, что можно было из него вынести, плюс я обзор дам. Вот объяснение концовки Атласа. Это видео содержит спойлеры. В концовке фильма было несколько ключевых тем, которые вышли на первый план и разрешились. У Атласа не хватало доверия из-за предательства, которое Харлан совершил против нее, когда она была моложе, когда она обратила вспять связь в нем, а затем, когда он в конце концов убил ее мать. Плюс там была также месть, которую она хотела получить по той самой причине. Я бы также сказал так же, что был небольшой взгляд на тему того, что делает жизнь, жизнью. Но на самом деле это не было раскрыто так уж хорошо. Но на это было что-то похожее, когда затрагивалась стоимость и влияние Смита по сравнению с другими людьми. И мог ли он или нет чувствовать. На протяжении всего фильма мы видели, что Атлас не доверял никому, особенно искусственному интеллекту. Она рассматривала это как инвазию. И с тех пор, как Харлан предал ее и ее мать, она была сторонником ручки и бумаги и, казалось, неохотно использовал определенные части технологии. Это было что-то, что всегда присутствовало, когда ей нужно было связаться с Ковчегом, чтобы выжить. Она не была готова сделать это. И даже когда она, в конце концов, сделала это, она не смогла погрузиться на 100%, потому что она не могла позволить себе довериться Смиту. Однако, когда Харлан захватил ее, стало известно, что он планирует уничтожить Землю, оставив нескольких выживших и затем восстановить ее из пепла, ибо увидел в людях жадное и эгоистичное существо. Нужно было на 100% синхронизироваться со Смитом для ее спасения. Мы видели, что в молодости она стала той, кто заставил Харлана нарушить Кодекс и убить 3 миллиона на Земле, совершив террористический акт. Это было из-за того, что она завидовала вниманию от матери, поэтому она испытывала вину из-за смертей, которые спровоцировал Харлан, и как будто она одна ответственна за них. Но когда Смит сказал, что это не ее вина, и она не знала, что произойдет, ее осторожность ушла. Поскольку Атлас и Смит на 100% синхронизировались, корабль Дахиб должен был быть уничтожен, потому что он направлялся к Земле и собирался уничтожить планету, как только пройдет через ее окружающие барьеры. Как только это было сделано, Харлан вышел, и началась финальная битва. Битва в конечном итоге закончилась тем, что Атлас была на грани смерти, а Смит защищал ее и возвращал к жизни, в то время как Харлан уничтожал ее. Зная, что у него была способность заботиться, но в то же время это заставило меня задаться вопросом, было ли это просто его программированием, поскольку его программирование заставляло его защищать жизнь своего Рейнджера прежде, чем всего остального. Однако боль, звучавшая в его голосе, вероятно склонялась к первому пункту. Когда Харлан нанес последний удар, он посмотрел на Атлас, и она исчезла, и ей удалось уничтожить его врасплох, забрав его процессор обратно на Землю. Находясь на GR39, она оставила там и свою шахматную фигуру. Я чувствую, что это было сделано потому, что она играла в шахматы с Харланом, когда была моложе, прежде чем он стал злым, так что это означало конец их главы. Она не играла в шахматы, находясь дома, изменилась. Сцена прощания Атлас с Смитом в финале оставила след. Смит завершился, чтобы дать Атласу кислорода. Выиграл время для прихода Рейнджеров. Здесь Атлас научилась доверять и открываться. Не человеку, Смиту и... Она была опустошена, что они не могут уйти. Этот момент показал, как она изменилась. Она изменилась и больше не тащит гнев на себя за то, что перепрограммировала Харлана. На Земле была новая модель. Она выбрала классический голос, голос Смита. Она не думала, что это будет тот же Смит, но это он. И узнал и знал предыдущее. Связывая с тем, что Смит говорил о связи между всеми живыми, мы связаны. Это также означает, что Атлас стала Рейнджером. Отзыв. Я думаю, что фильм прост. Сюжет тонок. Нет мяса на костях. Это моя главная проблема. И неуклюже вставленный юмор. Кто помнит смартфоны? Ну давайте. С релизами Netflix вспоминаю 2000-е и начало 2010-х. Где бы они были? Выходили бы они сразу на дивиденды. Релизы, я так не думаю. Но в то же время я просто не могу себе представить, чтобы они занимали место в кино. Таким образом, потоковое вещание породило место для этих фильмов, в которых звездный актерский состав находится впереди. С плохими сюжетами. Относительно высокими бюджетами. И хорошими визуальными эффектами. Странный. Сюжет всегда является проблемой в этих фильмах. И, учитывая, что он длился два часа, в них не было рассказано много истории. Искусственный интеллект был создан. Искусственный интеллект стал плохим. Женщина никому не доверяет. Женщина учится доверять искусственному интеллекту. Женщина побеждает злодея. Женщина становится рейнджером и исполняет мечту. Конец. Они очень просты в исполнении, и я думаю, что именно это сделало их довольно скучными. Конечно, был поворот в том, что она была человеком, из-за которого Харлан стал плохим, из-за того, что она ревновала к вниманию, которое уделяла ей мать. Но в то же время, в то же время, это не было таким уж большим открытием. Лично мне бы хотелось, чтобы фильм больше склонялся к вопросу о том, что делает жизнь. В диалоге Атласа и Смита вскользь затронули вопрос, однако не вернулись к нему. Учитывая Харлана, суперзлодея, мечтавшего уничтожить Землю, реальной угрозы уничтожения планеты я не ощущал. Я понимал его комплекс и мотивы уничтожить большую часть Земли, чтобы она возродилась из пепла вместе с Ии. Однако оно никогда не казалось реальным. Мне казалось, что его уничтожение было слабым. Не понимаю, как он не заметил ее ход. Дженнифер Лопес стандартно справилась с ролью. Проблемы были только в сценарии. Любимым персонажем был, пожалуй, Смит. Так бывает в подобных фильмах, как и в «Космонавте». Адам Сэндлер был велик, но Полдано в роли Хануша затмил остальных. Одна вещь, которая, я бы сказал, мне понравилась в фильме. Это кульминация, когда Атлас научился доверять Смиту. И они эмоционально попрощались. Мне кажется, что я чувствовала боль, которую испытывала Атлас в тот момент, и путь, который она прошла с ним, чтобы добраться до точки, где она, наконец, научится доверять ему. Это было не так эмоционально, но можно было сказать, что это было так. Тем не менее, это было лучшее выступление, и я думаю, что оно довольно хорошо завершает Дугу Смита. Честно говоря, мне кажется, что хорошие фильмы, которые выходят на платформах, становится все труднее найти. Они, кажется, сосредоточены на том, чтобы просто привлечь громкое имя в надежде привлечь внимание, вместо того, чтобы сосредоточиться на качестве сценария и производства, что является чем-то. Я считаю, что это позор. Действительно ли у этого фильма были сильные ноги? Лично я так не считаю. Такое ощущение, что такого рода фильмы уже снимались миллион раз раньше и в миллион раз лучше, и в них не было ничего оригинального. Ну, послушай, просмотр был своего рода приятным. Связь с Атласом и Смитом – лучшее, что я извлек. Ты не подумаешь-то, что этот фильм невероятен. Ты можешь подумать, что он ниже среднего. Я просто скажу, не потеряешь много, если не посмотришь. Вот концовка Атласа.